всем привет продолжаем работы с металлом пока у меня для пластика не приехала смывка краски жду еще занимаемся кузовом по заклеивал дверные проемы под капотку потому что там чисто колеса завернули стекла в замену идут поэтому пока не страшно их еще не вырезал сегодня у меня задача с навесных элементов металлических снять краску и загрунтовать то есть надо сразу снимать и сразу грунтовать начну с дверей крыльев потом буду смотреть по времени и капот в принципе в идеале сегодня сделать почему не хочу снимать как бы все для металла потом грунтовать потому что лучше снял элемент загрунтовал то есть в один день уложиться работать будем фестул ротекс с вот такой маркировкой ро 150 feq восьмидесятка кубитрон плюс это керамическое зерно и 120 к потом на просто эксцентрики на пятерочки пройду по металлу чтобы чуть загладить рисочку еще пару слов о том почему смешу всегда металла зачем это надо если есть элементы которые действительно ровные целые их можно просто дать на них риску не перекрасить хочется сделать эту машину максимально под толщину завода понятно что где-то там грунтан придется чуть подлить чтобы тернуть особенно там где-то в низах сильных повреждений на машине нет поэтому именно поэтому то все и снимается до металла потому что можно все вывести максимально под заводом ли по крайней мере вся машина будет в одной толщине лак и красочного покрытия пока что элементы не снимаю с кузова допустим на двери можно снять их на вертолетах готовить на козлах так и сделаю а крылья форма не совсем удачная для того чтобы класть их на стол поэтому пока что на кузове мне их проще готовить не за уже сняты чтобы порог не шоркать там и сейчас не нужно а по верхам поработаем никаких проставок чисто подошва в машинке а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, такой деревянный. Я тут чуть-чуть, сколько смог изнутри. Там было, скорее всего, удар камушком был. Но настолько плотный. Я уже давил-давил изнутри. Сначала полукруглой такой, шестигранной отверткой. Думал аккуратненько. Сейчас вообще не пошло. Потом уже острой отверткой подтыкивал. И все равно в идеал не вывел. Пришлось чуть-чуть тоненько протянуть. Я не ожидал. Прямо БМВ удивило, порадовало. Кубитрончик работает хорошо. Проблем особых не возникает. Я дохожу до катафореза. Чуть-чуть его как бы счухиваю. Остальное под 120-очку останется. Катафорез пилиса гораздо сложнее, чем лакокрасочная. Поэтому дошли до него, в принципе, можно остановиться. Потом перебились и вперед. Цинк кубитроном, чтобы содрать, надо заснуть на одном месте. Поэтому кто переживает о том, что зачем снимать до металла, вы же повредите цинк. Цинк можно, конечно, повредить, слой цинка. Но это реально надо уснуть и перегреть. Тогда мы его снимем. А так, вот я катафорез еще не до конца даже снял. Поэтому о цинке можно даже не говорить. Вот эти штуки. Пазики я снимаю коралловым кругом. Кто не работал еще кораллом или не знает, что это, рекомендую вещь. Ну, называют его кораллом. Вообще это скотч-брайт там какой-то маркировки. У многих компаний существует. Первый раз взял тремовский в руки. Еще удивился, что он такой маленький. А он не стирается. Я им вот уже в крыльях там, там канавки вниз весь профигачил. Что-то рец надо. Тут фигачу. А он вообще не стирается. Он не крошится. Он не разлетается. Поэтому прикольно. Я доволен. Он стоит чуть дороже, чем вот эти АПП-шные километровые в диаметре. Классно. Тем более большим работать неудобнее. И он начинает вот так вот вести, бить. На дрель скорость работы с ним хорошая. Во всяких канавках, особенно ржавчину выдирать, вообще вещь изумительная. Сколько у меня заняло? Минута, ну полтора силы на нижнюю часть. И у меня все готово, все чисто. Годная вещь. Кто еще не пользовался кораллом, рекомендую. Купите хотя бы дешевый для пробы. Поюзайте его. Ощутите весь кайф работы в таких местах. С ржавчиной. Там, где машинкой неудобно подлезть. Ну, представьте, руками вот это вычислить. Ну, это заняло бы... Я не знаю, сколько заняло. У меня бы терпения не хватило. Я бы плюнул и вообще не стал чистить. Минута вперед. Дальше к кубитронам. Кстати, сейчас... Чуть-чуть так для интересующихся, спрашивающих в комментариях. По поводу кубитрона, ротекса машинки. Что это за машинка и в чем ее прикол? Это машинка, которая работает в двух режимах. Вот так она работает, как обычный эксцентрик. То есть, подошва у нее свободно вращается, но идет по эксцентрику. По орбите эксцентрика. Это вот такая вот барашка будет оставаться. Вот в таком режиме, к вот этой вот барашке, добавляется непрерывное вращение по орбите. Поэтому она называется эксцентрикова-орбитальная машинка. Так получается у нас беспрерывное вращение по орбите с эксцентриком на этой орбите. В таком положении у нас просто эксцентрик. То есть, просто вот такой барашек рисуется. Чем эта машинка имеет преимущество относительно полировальной машинки? Ну, обычной орбиталки. Орбиталкой обычной машинкой тоже можно снять краску с ровных элементов. Просто вот движение по орбите. Но, наждак забивается, наждак перегревается, перегревается металл, при этом потому что скорость вращения гораздо выше. Тут скорость вращения невысокая. Но поскольку к вот этой орбите добавляется еще эксцентрик, работу, которую она выполняет за один оборот, примерно равна, ну тут еще не знаю, вот этих всех, посчитать в проценты, ну, трем оборотам обычной машинки. Поэтому здесь за один проход, не спеша, не перегревая металл, мы снимаем, а там надо сделать три оборота, еще это хорошо подогревать. Наждак убивается, металл перегревается, ну, работа как бы выполняется. Ну, этой машинки они не дешевые, ее цена у официалов, что-то там за 600 долларов уже уходит, гораздо за 600 долларов, по-моему, даже за 600 евро. Она дорогая, но она того стоит. Вот этой машинки, то есть без этой машинки я бы не стал даже браться, снимать все до металла. Продолжаем. После 80-ки на Rotex, беру 120-ку, тоже Cubitron Plus. Это второе поколение зерна этого. И просто, ну так, подглаживаю риск, сбиваю. Это происходит на металле очень быстро. Очень хорошо будет заметно по катафорезу, что происходит с риском. На блик четко видно направление риски. Вот этот барашек, о котором я говорю. Вот эта орбита с чуть-чуть барашком, как бы неровная линия орбиты. Вот и вся разница. На ощупь уже хорошо чувствуются отличия. Грунтовать на такую риску, в принципе, можно. Но лучше, конечно, перебить. Потому что, как бы, грубовато 80-ка. Хотя на металле это не просядет. Если нет срочности какой-то в работе, вот так загрунтовать. На пару дней оставить хороший грунт, он с ним ничего не сделает. Точнее, риска с грунтом ничего не сделает. Все подготовил. Как и показывал, под 120 пробежался. Заклеил скотчем широким. Обязательно оранжевым. Это очень важно. Сильно влияет на успех проделанной работы. Было первичное у меня обезжиривание. Скотч нужен для того, чтобы сюда я грунтом не напылял. Реально дешевле проклеится, чем потом оттираться, отмываться, сидеть. Сейчас еще раз обезжирюсь. Ну, теперь мочить уже буду исключительно салфетку. Как мне не хватает еще одной руки, а? Обезжирка медленная, поэтому спокойно обезжириваюсь. И иду разводить. Сначала вошпраймер, кислотник. Потом гринтифиллер, наполнитель. Салфетка чистая, это хорошо. Значит, первичное обезжиривание, что я сделал, было успешно. Почему я мочу сейчас салфетку? Ну, первое, уже обезжиривался. Второе, если мочить деталь, то нужны две салфетки. Одной растираем, другой вытираем. Но эту процедуру я уже делал, поэтому мочим салфетку и просто влажно салфеткой протираемся. Сейчас я делал вошпраймер разводить. Извиняюсь, у меня, походу, что-то с таймерой произошло. Я так понял, я не записал тут часть, где разбавлял грунт. Это вошпраймер, один к одному по объему, разведенный только две части. Очень жиденький. Грунтовать буду с Агола 3300 с дюзой 1.7. Дюза, как бы, для этой вязкости крупновата, но я не хочу мыть две дюзы или два пистолета, потому что я 1.7 буду грунтоваться дальше. Давление поставлю 2 кило. Подача, ну, пока что на всё, если захочу, придушу, не захочу, не придушу. Завалил. В один слой. Можно, конечно, в два слоя. Ну, других компаний, по крайней мере. Прошло пять минут. Он уже, в принципе, сухой. Слой очень тонкий. Я не знаю, толщина слоя. Если 10 микрон хоть будет, это хорошо. Какая-то ворсинка тряпки, наверное. Я думал, он будет сохнуть гораздо дольше. Хотя слой, ну, я не жалел. С дюзы 1.7 так вольнуть. Почему кислотник, а не эпоксидник? Металл, в принципе, чистый. Изолировать тут ничего не надо. Его надо защитить от коррозии. Поэтому кислотник. Идём разводить наполнитель. Green Tea Filler. Выключаем пока весы. Я их подключил, просто проверил. Наполнитель будем разводить. Исключительно на весах. Потому что это у нас 0,4. 0,04. 0,4. Удобный путеводитель. 0,0,4. Ну, они 0,01, 0,04, 0,07 и 109. Это по цветам отличающиеся. Значит, у нас отвердос. По ошибке я купил самый дорогой. Это неплохо. Это ультра-ХС, отвердос. Но то такое. Тут всё в процентовке. Поэтому желательно, конечно, на весах. Потому что по объёму отвердоса перельём, если будем наливать по объёму. 13% отвердителя. Тут указаны, какие отвердители. Мой отсюда попадает. Амаш-1,15. И от 10 до 20% разбавители. Это уже по вязкости. Смотрим сами, что нам нужно сделать. Скрываем банку. Приступаем к осмотру. Очень жаль. Очень жаль, что я вчера в попыхах. Просто голова уже замороченная была. Я забыл. Хотя мы поговорили о том, чтобы взять сюда дозатор. Крышку. Дай Бог памяти не забыть это взять в понедельник, когда я поеду за лаком. Потому что с такой банки наливать не комментирую. И вот сюда. Блин. Не было носиков. Они закончились. Вообще сюда если делаются специальные носики, такие, чтобы удобно переливать. Ладно ещё с литровых банок. Но с пятишки, когда пробка находится почти по центру. Хорошо, что не вот здесь. Наливать очень неудобно. Поэтому, скорее всего, буду делать переливание какой-то в стаканчике ещё. Так. Опа. А у нас сильного осадка как такового-то и нет. Грунт светло-серый. Белый брать не буду. Потому что катафорез на автомобиле. Он даже темнее, чем этот грунт. Колорировать тоже не буду. То есть я возьму светло-серый. По программе этот цвет не выбивает никакого обязательного подложного цвета. Нижний слой не важен. Это солидный цвет. Он не светит низом своим. Просто вдруг что? Ну, вдруг что? Скольчик какой-то. Белый будет ярче видно. Хотя этот, честно говоря, тоже будет хорошо видно. Да, ну и чёрный будет видно. Какой ни возьми. Ну, белый прям сильно выстреливает. О, прикольно. Они тут даже на банке сделали маркировку. Что с чем смешать. В каких пропорциях. Там 70%, 30%, в какой цвет мы получим. В принципе, я могу сделать то же самое. Но я специально для этого взял одну большую банку, чтобы не смешивать каждую партию замеса грунта на весах. Это чуть попозже, когда уже будут стоять стойки, чтобы можно было мешалки поставить именно в грунт. Тогда всё это будет. Так, включаем весы. Угу, сколько же мне надо взять? Сколько мне надо взять? 100, 200, 300, 400 грамм. Развести. Так, на 100 грамм 13 грамм. Это значит, я могу смело наливать пол-литра, чтобы бачок полным сделать. Мысли вслух. Мысли вслух. Но без них никак. Поехали. Наливаем не пол-литра, а 500 грамм. Мне так будет проще высчитывать. 500 грамм. И вот так. 500 грамм 12 сотых. Прям точность ювелирная, которая нахрен не нужна. Вот для чего нужна мешалка. Это даже на литровую банку. Чтобы вот этого вот не делать. Когда надо налить там, допустим, 100 грамм, да, мы вот так вот переворачиваем раз в банку. Когда там, в следующий раз, допустим, мне будет некогда вот это выколупать, я ее прикрываю, она там подсыхает, начинает крышкой закрываться и так далее. Так, 5 на 13, 50 и 5 на 3, 15, 65 грамм обнуляем. 65 грамм отвердоса. Смотрите, прикол. Сейчас вам прикол покажу такой. Скорее всего, вот это кольцо оторвется, а пробку я еще не выковыриваю. Кто имеет какое-то отношение и доступ к заводу, поговорите с ними. Пусть они, те, у кого заказывают эти крышки и банки, что-то, что-то, как-то с этим сделают, потому что оно реально кумарит. Так, 50 и 15, 65 грамм. Отвердоса лучше вытирать, а то он высыхает пленкой и потом сыпется, сгустками идет. И теперь 10%. То есть у нас получается пол-литра, 10% это 50 грамм. Вот это сейчас будет очень неудобно делать. От 50 до 100 грамм. Я сейчас налью 50, сделаю размес, замес. Потом будем доливать, если что. Надо брать отдельную банку. Вот это жутко неудобно. Так, 50. Есть. Снимаем на весах, мешать ничего нельзя. Знаете, соскучился по этим запахам, я прям стою, мешаю и балдею. Все такие реактивные, мощные запахи. Сейчас посмотрим. Я вот этот грунт залью, пойду первый слой кину. Во-первых, гляну на расход. Потому что он давно не грунтовал так, не работал. Он уже потерялся в объемах размешивания на количество деталей. Тем более я этим грунтом, скажем так, только в Германии раз работал. Это пробный. Поэтому возможно, что придется еще раз домешать. И на последний слой я буду два слоя валить. Первый такой мощный, жирный. А второй, если надо пошагрение, я же посмотрю, как первый высохнет. Я второй слой просто чуть-чуть разбавлю. Берем 125 микрон ситочка. Хотя для грунта можно и 190. Ну, пусть хуже не будет. Также давление ставлю двойку. Ну, поехал! Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим, поглядим. Первый слой растянулся очень-очень хорошо. Шагер, если присутствует, то такой, знаете, машинкой тирануть. И все. Второй слой разбавил 20%. И сейчас будем проливаться. Так, из первого слоя, что я делал, 500 грамм, те, которые я наливал, у меня осталось грамм где-то 15 в бачке. Поэтому сейчас на второй я развел 400 грамм. Ну, 20% разбавителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут подлил, потому что здесь чуть-чуть было подрихтовано. И у меня на грунте, чтобы был запас проточиться. Ох, как оно тут прямо аж натягивается. Слой толстый. Все. Будем наблюдать, как он сохнет, как он трется. Но это все будет чуть позже, потому что такой же объем работы надо проделать еще со всеми остальными частями, которые остались на машине. Еще не тронут пластик. Ну, в общем, работы еще куча и очень много. Постараюсь не забыть обязательно померить толщину грунта перед тем, как начну его шлифовать. Очень интересно, сколько я получил с двух слоев. С одного 10% и с одного 20%. Реально интересно. Интересно, на какую толщину я выйду в итоге после финиша машины. Потому что окраска идет не мокрый по мокрому. Хотя, допустим, вот эти элементы можно было сделать мокрый по мокрому. Потому что тут вообще никаких ремонтов не было. Их можно было спокойно так открасить. Кто-то меня отвлекает. Чутка отмекли меня тут. В общем, грунт. Ну, я им работал, пробовал. Я видел, как он натягивается. Я им пробовал валить без разбавления. Почти как жидкая шпатлевка. Интересный грунтец. По совету Александра, это именно под перетирку. Говорит, это лучшее. Ну, это дорогой грунт. Это лучшее, что есть из вариантов для автори финиша. Но именно под перетирку. То есть, под мокрый по мокрому его нельзя. Камера работает нормально. Мне нравится. А пыль уходит хорошо, быстро. Четенько, прям не до колупаса. Посмотрим, как это будет, когда машина сюда зайдет. Мне повезло. Забор воздуха стоит после обеда. С солнечной стороны в камере сейчас жара. Просто жара реально. Градусника жара у меня тут нет. Ну, так, где-то под тридцаточку точно сейчас есть. Как бы это летом не стало мне проблемой. Что-то начали красить. Вот. Что еще? Эти элементы у нас уходят в отстой. Примерно раз в день, два в день, три в день. На четыре дня точно не уходят в отстой. Потому что сначала, как бы я пошел чуть-чуть нелогично. Ну, мне так пока что сейчас, по крайней мере, удобно. Как правило, делается сначала кузов, грунтуется в отстой. На весуха в отстой. Потом готовится кузов, покраска красится. Уезжает, красится на весуха. И сразу вешается на кузов. Ну, получится, что на весной у меня, поскольку там меленькие ремонты были, на весной у меня постоит чуть дольше, чем кузов. На кузове каковых проблем, в принципе, вообще нет. Поэтому кузов грунтуется. Пару дней постоит, просохнет хорошо. Его, может, на солнце выгонят. А может, не выгонят на солнце. Сейчас я так посмотрю, как у меня будет настроение. Грунту вообще достаточно спокойно вот так вот, если без печки, простоять 12 часов. Если можно работать, он уже все. Он уже встал. Но если есть больше времени для того, чтобы оставить иглой, хуже не будет это точно. Это вообще для любого материала. Больше постоит, дольше просохнет, лучше усядется. Будет только лучше. На этом у меня все на сегодня. Реально, что-то я хотел и капот сегодня бахнуть, но так, когда уже перечухал, смотрю по времени. Если заниматься капотом, это до ночи. А еще хочется отдохнуть чуть-чуть. Поэтому на сегодня все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...